В октябре 2015 года Юрген Клоп принял, пожалуй, самый тяжелый вызов из всех возможных. От некогда величайшего клуба Англии осталось разве что громкое имя. Брэндон Роджерс, чудом не выигравший ОПЛ, уходит, оставляя красных на пепелище и проигрывая напоследок Сток Сити со счетом 6-1. Юрген имел возможность возглавить более спокойный клуб, но он не побоялся взяться за реконструкцию Ливерпуля. На фоне штатного места в прошедшем сезоне, слова клопа об уверенности в победе Ливерпуля в ОПЛ уже через 4 года казались безумством и влажными мечтами немецкого наставника. Но теперь, спустя 3 года, Ливерпуль становится финалистом Лиги Чемпионов и делит первое место ОПЛ с Манчестер Сити. Сегодня мы разберемся, как играет Ливерпуль Юргена Клопа, и за счет чего красные собираются опередить своих конкурентов в борьбе за титул английской премьер-лиги. Ни для кого не секрет, что главным оружием Ливерпуля является прессинг. Клоп построил свою команду, опираясь на него, и сейчас Ливерпуль является, пожалуй, лучшей командой мира в аспекте прессинга. Красные прессингуют в двух стилях – позиционном и агрессивном. Начнем с позиционного прессинга. Во время позиционного прессинга вингеры должны крыть ближайшего для себя центрального и крайнего защитника, а также располагаться между ними. А центр форвард должен прессинговать обоих центральных защитников и параллельно закрывать линию передачи на центрального полузащитника за своей спиной. В это же время два полузащитника Ливерпуля должны крыть двух полузащитников оппонента. Опорник же в Ливерпуле играет более свободно, он никого не кроет, а подчищает за своими партнерами и подстраховывает защитную линию. В общем, играет роль эдакого пылесоса. С теорией разобрались, перейдем к примерам. Посмотрите, Ливерпуль выстроил идеально ровную 4-3-3. Салах и Мане кроют крайнего и центрального защитника, находясь между ними. В это же время Милнер и Виналдум кроют полузащитников ПСЖ. Астарич кроет Маркиниса, который играет на позиции опорника, но чтобы разогнать атаку, спустился на свою привычную позицию центрального защитника. Хендерсон же никого не кроет. Смотрите, Кэмп МБ дает передачу на Тияго Силву, и Мане быстрым темпом бежит на линию между Силвой и Тома Минье, чтобы перехватить передачу. Сади успел закрыть пространство между Минье и Силвой, заблокировав передачу на крайнего защитника. Этот стиль прессинга великолепно ограничивает соперника на своей половине поля и заставляет его ошибаться. Тем не менее, хорошо пасущая команда может сломать эту модель прессинга. Лучшим решением для выхода из-под позиционного прессинга Ливерпуля будет быстрая перепасовка. Игроки не могут передвигаться настолько мобильно, как мяч, и этим можно пользоваться. Взгляните, Кэмп МБ протащил мяч к центру поля. Мане смог перекрыть линию короткой передачи на Тома Минье, но Кэмп МБ спокойно мог забрасывать на бельгийца, благо пространство для маневра пыло. Если бы Кэмп МБ сделал заброс на Минье, то Мане был бы отрезан, и Эндрю Робертсон остался бы один против двоих игроков ПСЖ. И еще раз, Салах выдернулся в полузащиту за Кэмп МБ, и у Тиаго Силвы есть отличная возможность перевести на левого защитника. Но ПСЖ перекатывает мяч слишком долго, и Салах успевает вернуться на свою позицию. Также Ливерпуль успешно использовал эту модель прессинга против Челси. Посмотрите, Мане и Салах закрывают крайнего и центрального защитника, а Фермино прессингуют обоих центрбэков, параллельно закрывая линию передачи на Жоржиньо. Челси не нашел нормальной возможности для передачи и отдал мяч Кеппе. В итоге Челси потерял мяч. Задача позиционного прессинга заставить соперника ошибаться путем перекрытия всех линий передач. Но эту модель прессинга можно сломать, если центральные защитники дружат с передачами. Смотрите, Ливерпуль опять позиционно прессингует. Когда Луис отдал мяч Рюдигеру, Фермино не стал в полной мере прессинговать его. Жоржиньо прочитал ситуацию и сказал Рюдигеру не спешить с передачей. Рюдигер остался с мячом и Фермино начал прессинговать его. Хендерсон же начинает опекать Жоржиньо. Из-за этого у Ливерпуля появился разрыв между линиями, так как Хендерсона между защитой и полузащитой больше нет. В итоге Рюдигере дают дальнюю передачу на Азара, которая проходит из-за отсутствия Хендерсона между линиями. Ну а теперь мы можем приступить к агрессивному стилю прессинга. В этом сезоне Ливерпуль использует комбинацию из двух стилей прессинга, но в прошлом сезоне они в основном использовали более агрессивный стиль. Загляните, игроки Ливерпуля закрывают у игрока соперника, не давая ему времени находиться с мячом. Ляпорт получает мяч и Милнер покидает свою позицию в полузащите для отбора, не задумываясь о своей позиции. Каждый игрок Ливерпуле выдвигается со своих позиций, чтобы прессинговать оппонента, не оставляя ему ни единой секунды с мячом. Идея агрессивного прессинга заключается в постоянном прессинге оппонента и лишении его времени и пространства для маневра. В позиционном же прессинге игроки должны не забывать про свои позиции и не покидать их. А если вы еще не забыли, в прошедшем моменте Джеймс Милнер и Эндрюй Робертсон ушли со своих позиций. Но проблема агрессивного прессинга заключается в том, что игроки очень быстро устают, им сложно весь матч настолько агрессивно прессинговать соперника. Ни одна команда не может играть так весь матч, у команды просто не хватит физики играть так последние минут 30-40. Лучший выход из этой ситуации прессинговать интервалами. Лучше всего начинать таймы агрессивным прессингом, тогда соперник еще не вкатился в игру и его можно поймать еще тепленьким. Ну и в завершении темы с прессингом можно отметить, что Ливерпуль частенько использует прессинг ловушки. Это работает так. При перепасовке соперника игроки Ливерпуля стандартно закрывают игроков оппонента, но один игрок остается открытым, а один игрок красных находится не так уж и далеко от открытого игрока. Так вот, когда игрок с мячом видит, что один игрок открытым, логично отдают ему передачу, а прессингующий игрок начинает набирать скорость. В итоге, когда открытый игрок получает мяч, прессингующий футболист находится в непосредственной близости к нему, так еще он набрал скорость. Таким образом соперник должен торопиться, давать передачу, времени на принятие решения почти нет, поэтому в таких моментах соперник совершает ошибку и мяч переходит Ливерпулю. Зачастую мишенью для этого трюка становится игрок с плохой техникой, отчего вероятность его ошибки заметно повышается. Обычно Ливерпуль использует прессинг ловушки против сильных соперников, таких как Манчестер Сити. Посмотрите, Ливерпуль разобрал всех игроков Сити, кроме Фернандиньо. Бразилец открыт, поэтому Атаменди решает отдать мяч именно ему. Эмре Джан только этого и ждал, прессинг ловушки сработало и Фернандиньо потерял мяч. В итоге Ливерпуль чудом не забил. Итак, с прессингом разобрались и теперь мы можем с чистой душой переходить к атакующим действиям. И начнем мы, как ни странно, с убийственного трио Ливерпуля. Первой на очереди у нас Фермино. Во время атаки Бразилец, в отличие от своих партнеров, смещается вниз, пытаясь выдернуть на себя центральных защитников оппонента, чтобы за их спинами образовалось свободное пространство, в которое должны вбегать Мане и Салах. Возгляните, Фермино получил мяч между линиями, находясь ниже, нежели обычный форвард. Это вело в ступор защитника Арсенала, который не знал, кого укрыть, Фермино или Мане. Он побежал за Мане, предоставив тем самым время и пространство Фермино, которым Бразилец, конечно же, воспользовался. Из-за того, что Роберто сместился ниже, защитник Арсенала попал в ситуацию 1 в 2, не закрыв в итоге ни Мане, ни Фермино. В этом же моменте защита Арсенала из шести человек не оставляет пространства для атаки Ливерпуля. Но Фермино смог выдернуть Чемберлейна из защитной линии, создав тем самым свободную зону для атаки красных. Холдинг вынужден закрыть позицию Чемберлейна, открыв тем самым свою зону. И Эмураджан воспользовался моментом. Следующий на очереди Мухаммед Салах. Египтянин играет на правом фланге атаки, но он регулярно смещается в центр, становясь по сути центр-форвардом. Салах всегда добегает момент, он нацелен на центр ворот, от этого и такая высокая результативность. Смотрите, сейчас Салах вбегает в штрафную, добегая до штанги, как настоящий центр-форвард. А сейчас Салах моментально среагировал на оскок, находясь ближе всех к воротам. Мухаммед был почти в центре вратарской. И еще раз, Салах забегает в центр штрафной, играя как форвард, а не вингер. Ну а роль Мане схожа с ролью Салаха, но ради баланса в атаке Салах более нацелен на ворота и играет выше, чем Мане. Вообще, трио Ливерполя очень антипичное для футбола. Вингеры красных нацелены на ворота, левоногий Салах играет справа, а правоногий Мане играет слева. Отсюда и такая результативность. Еще одним сильным атакующим качеством Ливерполя стали атакующие крайние защитники. При атаке атакующая трио играет узко, освобождая пространство на флангах, в которое вбегают крайние защитники. Посмотрите, узкое расположение атакующего трио заставляет защиту Мачестер Сити играть узко, тем самым освободить зоны на флангах, в которые уже вбегают крайние защитники красных. Обратите внимание, насколько высоко находятся крайки Ливерпуля. И Робертсон, и Арнольд превосходно используют это пространство. Они оба отлично создают пространство в широких зонах, в то время как атакующая трио играет чуть уже. Посмотрите, Салах закрепил за собой Лонсо, и Арнольд без сопротивления получает мяч. Но проблема атакующих фуллбеков заключается в том, что при быстрых забросах мяча фуллбеки просто отрезаются от игры, и у Ливерпуля создаются огромные дыры в защите. За пример можно взять этот момент. Арнольд подключился в атаку, и когда Кепа сделал длинный заброс на Азара, Эден без сопротивления принял мяч. Также сильной стороной Ливерпуля в атаке стали быстрые переводы мяча. Красные часто выходят из обороны в атаку, вообще не тратя на это времени. И в этом Ливерпуле очень помогли трансферы Вирджила Ван Дейка и Алисона Бейкера. Оба этих футболиста, помимо своих прямых обязанностей, великолепно играют ногами и делают превосходные переводы мяча. Умелое сочетание этих трех факторов дает возможность Ливерпулю не просто бороться на равных с топ-командами, но и набирать очки с автобусами. Одним из самых сложных матчей в этом сезоне был матч с Кристал Пелосом. Пелос великолепно организовывал собственную оборону и смог нивелировать почти все достоинства ливерпульской атаки. Ливерпуль, как и почти все топ-клубы Европы, обожает использовать игру на своей половине поля. Я уже объяснял, как это работает в прошлом видео. Чем ниже ты держишь мяч, тем выше соперник идет тебя прессинговать, а следовательно он открывает свободные зоны между линиями или за спинами защитников. И задача команды – пользоваться этим. Кристал Пелос же в том матче играл с формацией 4-4-2 и вел прессинг в два форварда, а линии полузащиты и защиты не выдвигались вперед и играли максимально компактно. Ливерпуль пытался расшевелить эти линии. Фермино, как всегда, при атаках смещался вниз, пытаясь тянуть на себя центральных защитников Пелос. На бике Та также забегал между линиями, пытаясь выдернуть на себя центральных защитников. В итоге, между линиями Кристал Пелос бегали сразу два игрока Ливерпуля, но это ничего не дало красным, ведь Пелос играл максимально компактно и не реагировал на провокации со стороны Ливерпуля. Помимо этого, когда Китай и Фермино получали мяч, их просто съедали, так как они были просто окружены. Но как же Ливерпуль вышел из этой ситуации? Все просто, когда игроки Пелос шли в атаку, они оставляли свободные зоны за собой, и Ливерпуль просто забрасывал туда мяч. Красные в том матче выиграли исключительно благодаря забросам. Также Ливерпуль решил еще две наиболее острых проблем прошлого сезона – ротация и защита. Если раньше в защите Ливерпуля выходили Лаврен или Матип, которые не внушали уверенность, то сейчас связка Джо Гомес и Вирджил Ван Дейк смотрится невероятно надежно. Молодой Гомес под руководством Клопа может мутировать в монстр оборонительной линии, так же, как это сделал Эндрю Робертсон и Трент Александр Арнольд. А проблему ротации решили малыми силами. Ротацию на флангах составит великолепный Джордан Шхири. На позицию центр форварда стал убедительно играть Дэниел Старич, а другие позиции и раньше не страдали проблемы ротации. Ну а на этом всё. Надеюсь, я смог понятным и простым языком объяснить, как играет Ливерпуль Юргена Клоппа. А ещё я надеюсь на ваш царский лайк, неповторимый комментарий, подписку на канал и жмякнутый колокольчик. Ну и как всегда, аривидерчи! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»